В секторе газа сторонники Хамас в среду вышли отмечать свою победу. Именно так представляет итоги семинедельного противостояния с Израилем верхушка группировки, официально признанной ЕС и США террористической. В ходе марша палестинцы с гордостью демонстрировали свое главное оружие – ракеты, которыми они атакуют израильские города. В ходе этой 51-дневной войны Хамас и наше движение сопротивления одержали победу. Они начали войну ударами по Хайфе и закончили войну ударами по Хайфе. В Израиле, наоборот, считают Хамас, проигравшись стороной, так как группировка фактически не добилась ни одного из условий прекращения огня, которое выдвигала ранее. Премьер-министр Нейтаньяху уверен, что инфраструктуре террора, прежде всего системе подземных туннелей, нанесен самый серьезный удар за все время существования группировки. Я хочу сказать, если огонь будет возобновлен, мы не будем терпеть ни малейшей стрельбы по территории Израиля. По сравнению с тем, что было до сих пор, мы будем отвечать еще более напористо. В то же время за согласие прекратить огонь Нейтаньяху подвергли критики четверо министров его коалиционного правительства. Многие политики и комментаторы сомневаются, что удар, нанесенный Хамас, был достаточно серьезным и проблема террора решена.